Добрый день дорогие подписчики, с вами Чалышев Сергей, магазин Magic Wand И сегодняшняя наша тема, можно сказать, пролонгированный мужской оргазм Но я бы сказал проще, как мужчине кончать 3 и более минуты Немного в общем о канале, забегая вперед, скажу, что я, наверное, скоро поменяю на словом Потому что, в общем-то, уже в меньшей степени об игрушках И в большей степени я бы сказал, что сейчас я говорю о том, о чем другие молчат про секс Даже разговаривая о нем, не знаю, как-нибудь я это сформулирую в одно Не буду оглашать это название каждый раз Потому что действительно получается, что я рассказываю многие вещи про мужчин Или какие-то вещи в паре, которые больше направлены на, что это некий инструмент Который можно взять и дальше самостоятельно с этой помощью развиваться То есть не как там, многие, я знаю про точку G Точка G, конечно, хорошо, но посвящать ей все темы на свете, ну это тупо Там не так много о чем рассказывать А человеческая физиология, она очень обширна И нужно брать весь целиком Вот об этом будет мое следующее видео Секс как искусство Там будет попытка задействовать все ощущения, все чувства И главное, наконец-то привести это понятие как прелюдия Интересное, а обоим партнерам Да, девчонки, вы здесь не дорабатываете Это ваш основной косяк Это я буду объяснять уже как раз на следующей лекции Почему это ваш косяк Говорится вроде, что ну мужик же никогда не хочет делать А он не хочет делать, потому что вы тоже лентяйки Именно поэтому Но также там будет интересно в том, что я объяснил как легко научиться чувствовать друг друга Понимать какие движения делаются, какие как нравятся, как не нравятся И чего друг с другом делать Это оказывается очень легко сделать Все уже опробовано, протещено Итак, про мужской половой оргазм Я вначале напомню Это версия номер два Про это видео напомню Мы делается все это за счет сжатия определенных тренировок Определенных мышц в паховой области При этом Сейчас я могу вам сказать, что за наш орган отвечает вот эта мышца А за то, чтобы мы долго не кончали, отвечает вот эта мышца При этом за наполнение пениса кровью и возбуждение отвечает опять же вот эта мышца Которой мы, грубо говоря, скажем так, что мы ей кончаем А за отток крови, но и за то, насколько сильно крепко у нас сжат сам пенис отвечает вот эта мышца И здесь, как вы понимаете, здесь есть, получается, баланс требуется соблюдать Когда я, собственно, читал про пролонгированный оргазм Из-за чего я не мог нормально рассказать раньше про вот эти вот трехминутные и далее окончания Дело в том, что во всех этих европейских книжках писали про просто паховую область Не писали, что там есть несколько разных мышц, которыми нужно по-разному управлять А когда я через много лет вернулся к этим упражнениям и прочувствовал Я как раз понял, что там есть две, на самом деле три Есть еще анальные мышцы, но у меня с ними нет проблем, чтобы ее не зажимать Или зажимать, как бы на нее не надо обращать внимание Я не буду рассказывать, как все это делается Потому что есть все в предыдущем видео Я на него ссылку просто в описании поставлю, если кто-то не смотрел, посмотрите Там описывается, как общую зону тренировать и как вот эту Как тренировать вот эти большие мышцы, вот эти Вам, думаю, объяснять не надо, потому что вы их зажмете в любом случае Как тренировать маленькую, там тоже было описано Итак, впоследствии скажу вам, что вам придется научиться пользоваться ими в отдельности Потому что малой мышцой мы кончаем, а большой мышцой мы не кончаем И у меня еще был вопрос по поводу прошлого видео Та ли это мышца, которой можно остановить мочеиспускание Да, это та мышца, но есть определенная проблема Если я, вот я человек, который каждый раз в сексе ее использует, при анонизме и так далее Заметьте, то есть ее тренирую и так далее Если я сейчас пойду в туалет и попытаюсь остановить мочу Я буду делать это, вот просто, я не смогу сделать это за счет вот этой малой мышцы Я буду делать сразу за счет обеих Это уже проверено много-много раз Потому что я видел в других видео, там ссылаются, что вот нужно остановить мочеиспускание Надо, да, но вы сразу будете двумя мышцами Но, если я сделаю это после секса или после тренировки Да, я воспользуюсь только этой мышцой Исключительно, и ей будет остановить гораздо проще Это будет небольшое усилие и мочеиспускание прекратится Но, если, еще раз говорю, без тренировки я воспользуюсь всеми мышцами И я не смогу воспользоваться той малой Просто физически Значит, я не помню, там это называется, по-моему, сперматок Вот вдоль этого сперматока проходит как раз наша нужная мышца Она же, насколько я понимаю, но это по ощущениям Это здесь я не увидел связи на атласах По ощущениям, она же отвечает за сжатие простаты Что происходит, значит, как вообще, что нужно сделать, чтобы вот там 3 минуты кончать Соответственно, ну, рекомендую начинать с анонизма Сразу на девчонке, вы будете отвлекаться, у вас ничего не получится Значит, что вы делаете? В процессе, уже в процессе, вы напрягаете вот эту малую мышцу При этом не напрягая большую Как только вы напрягаете, я про нее чуть позже скажу Вы напрягаете малую мышцу, чтобы получить больше возбуждения Чем больше у вас будет возбуждения, тем ярче у вас будет оргазм Ну, и, соответственно, делать это по 3 раза на дню не рекомендую Даже если вы будете делать это каждый день, вот у меня там на 5 день пропадают ощущения Очень сложно Значит, они все равно будут меньше То есть, да, там, они будут все 3 оргазма, про которые я сейчас скажу, но они будут меньше Вот Значит, в процессе вы начинаете поджимать Ну, я это делаю так, то есть, не зажимаю и держу, у меня не получается Я зажимаю, отпускаю, зажимаю, отпускаю периодически Как только подходит ближе к оргазму, я стараюсь как раз зажать заранее эту мышцу Не зажимая большие Вот это вот потом скажу про большие Но вот большая ошибка зажать большие Очень Мне, так как я тренировал до этого сразу все, очень тяжело этот контроль дается Тем, кто только начинает, я думаю, этот контроль дастся гораздо легче Вы не привыкли зажимать вот эти большие мышцы, вам будет проще, наверное Вот Поджимаете эту большую, эту мышцу Ну, как бы там, насколько получилось время, настолько зажали Потом она отпустилась, еще раз зажали Не важно, то есть, там все равно больше понятно будет, что пульсирующие В этот момент происходит, собственно, эрекуляция Сперма у меня вылетает Это не способ ее зажать, там, удержать, остановить Это, возможно, приходит дальше, как я говорил, там уже несколько месяцев И оргазм сам ярче Но на этом не останавливаемся Я пульсирующими движениями, я дальше продолжаю зажимать эту мышцу И после первого оргазма, через несколько секунд, ко мне приходит второй Я точно не уверен, но, насколько я понял, это, скорее всего, как раз простатный оргазм приходит Он столь же яркий, как и первый Но это еще не все Вот, поскольку мы испытали второй оргазм Мы продолжаем пульсирующими движениями поджимать эту мышцу И где-то здесь мы как раз начинаем прекрасно понимать Что каждое движение этой мышцой у нас начинает, как бы, происходить третий оргазм И он такой все меньше, 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 постепенно ярко снижается Вот, у меня четко понятно становится, что каждое поджатие этой мышцы По мере снижения вот этого третьего общего оргазма Оно само по себе играет таким микрооргазмом, дает Потому что давление этой мышцы, собственно, мы ей и кончаем То ли мы ей давим на то место, которое, на тот канал, где все это проходит И ощущаем вот то самое Когда сперма движется по каналу, мы зажимаем, поджимаем ее и чувствуем то же самое А так как она уже раздражена, с того, как мы испытали оргазм Поэтому ощущения яркие Собственно, когда спадает третий, такой общий фоновый Остается вот это И вот эти вот пульсирующие движения можно сделать, по-моему, сколько угодно дальше То есть всего их получается, у меня получается три Я бы это сравнил даже не с пролонгированным оргазмом Скорее всего, это ближе к женскому мультиоргазму Вот тому, который происходит единовременно, долго-долго-долго После этого они там начинают биться из истерики Ну, я не бьюсь в истерике Вот, начинают биться в истерике А потом вырубаются в обморок И ты стоишь над ней и думаешь Блядь, я убил ее языком Вот Ну, потом она Как бы я таких три жизни видел В общем, первый был очень страшный Потом, блядь Ты понимаешь, что ты не убила Она все-таки очнется через 2-3 минуты Но первый раз было страшно, реально Я еще находился в Греции И понимал, что Ну, это лучше, чем в Турции Наверное, в Турции тюрьмы хуже Экстрадируют меня в России или нет за убийство Я не понимал Ну, благо это все длилось там 2-3 минуты Вот, у меня такого не происходит Я никуда не отрубаюсь Но В принципе Расслабление, которое после этого наступает Оно вот никакое не сравнивается с обычным оргазмом Теперь вернемся к большой мышце За что отвечает у нас она Она отвечает на то, насколько член крепкий Насколько мы можем его дополнительно сделать крепким Вот И как раз она же отвечает за отсрочку оргазма Если та мышца, малая, дает нам увеличение возбуждения Соответственно, приближает оргазм Это дает вот отсрочку Малая мышца также отвечает Насколько я понял За прилив крови к члену Но большая отвечает за его отток Если мы будем все время держать член напряженным Произойдет отток крови И, собственно, член упадет Ни о каком оргазме мы говорить уже не сможем И о пролонгированном сексе И здесь мы как раз начинаем видеть баланс Мы должны напрягать член Да, большая мышца также отвечает, к сожалению, за то, что чувствительность падает Поэтому я говорил В момент, когда мы кончаем Мы должны избежать ее напряжения Чем больше напряжена большая мышца Тем возбуждение меньше У нас просто чувствительность падает Чем больше возбуждена малая мышца Тем возбуждение больше И больше, ярче вот эти все ощущения К сожалению, у меня из-за того, что я тренировал долго большую мышцу, в момент оргазма она почти каждый раз зажимается. Ее сложно контролировать. Если я не кончал дня 3-4, да, мне легче ее контролировать, но если вот там каждый день все происходит, то все сложнее и сложнее ее контроль, она каждый раз начинает поджиматься, тем более при попытке удлинить, соответственно, секс. Поэтому мы должны контролировать все это в процессе и натренироваться, чтобы этими мышцами управлять в отдельности. То есть, поэтому, соответственно, когда нам надо продлить свой оргазм, когда нам надо продлить секс, мы начинаем поджимать вот эту большую мышцу периодически или просто на время ее зажимаем. Если мы чувствуем, что он вот кровоток маленький, не знаю, у нас малая возбуждение, в принципе, при большом возбуждении у вас кровоток никогда не остановит, вы его не забьете даже там полным напряжением этой мышцы, ничего не получится. Если вы девчонку хотите, как бы там, все будет. Но, если вы чувствуете, что возбуждение спадает, эту мышцу отпускаем, малую мышцу начинаем поджимать. Вот. То есть, таким образом мы балансируем на всем этом. То есть, собственно, я рассказал не только про, как кончать три минуты, да, но и вот тот самый вот пролонгированный акт, как он ведется. Вот. Я рассказал также, как пролонгированный акт делается сам. Ну, то есть, то, что происходит после тренировки мышцы. Вот. Ну, поэтому я и говорил в предыдущий раз, что тем, кто не смотрел предыдущие видео и не делает упражнения, скорее всего, все, о чем я сейчас говорю, абсолютно непонятно. А тем, кто делал эти упражнения, сейчас как раз вот у них появляется больше пищи для исполнения, ну, осмысления и исполнения. Ну, вот. На этом балансе все и держится. Вот эти две мышцы. Честно говоря, вот пока я не экспериментировал с тем, там, с анальными сфинктерами, но я подозреваю, что они вообще в этом всем, честно говоря, не участвуют. Все-таки, там, мышцы, которые поджимают анус, они ответственны за анальный сфинктер. А за простату, сокращение, которое тоже участвует в наших оргазмах, она, ну, то есть, отвечает малой мышцам. Чем хороша большая мышца? За счет снижения чувствительности, если мы умеем быстро двигаться в сексе, как я говорил, это можно делать за счет пресса и ягодичных мышц, но нет, в коем случае не пытаться делать за счет коленей. У вас не получится, не будет быстрых движений. Вот. Ну, по сути, вы должны просто научиться делать толчок вперед. Вот. Не буду на этом заострять внимание, там, так как уже были там вопросы от нескольких людей в контакт, вот, я понял, что многим тоже, там, надо будет опять вторую версию снимать и по фрикциям. Собственно, когда мы делаем быстрые, сильные фрикции, чтобы вот не кончать, ну, у кого-то, мужчины, как, например, у меня нет возбуждения от быстрых, сильных фрикций, я больше возбуждаюсь от медленных. Поэтому для меня это вообще не проблема делать их. Вот. Но, соответственно, большая мышца также может использоваться для снижения чувствительности на вот этих вот быстрых, сильных фрикциях, чтобы, собственно, не кончить тем, кто, наоборот, у кого, у кого быстрее происходит эякуляция при вот этих вот быстрых фрикциях. Это что касается нашей основной сегодняшней темы. Вот. И более подробно про следующую тему, про секс как искусство. Помимо того, что я поясню насчет, там, вот этой всякой музыки, запахов, освещения и так далее, мы слишком идеализируем эти моменты и делаем их, как бы относимся к ним слишком, как к романтике какой-то, поэтому часто не используем как инструмент, просто потому что, ну, кто-то боится, кто-то стесняется какой-то романтики и так далее. Но это, на самом деле, всего лишь взаимодействие с нашими, с нашей периферией, которую мы воспринимаем. Это может все усиливать ощущения в сексе. Но основное и главное в сексе, да, это, понимаем, тактильность. То есть, да, есть визуальная составляющая, есть аудио составляющая, там, визуальная, это самая девушка, это освещение. Любая сменяющаяся картинка при этом лучше всего неосмысленная, да, там, например, поэтому пламя свечи всегда отлично годится для этого. У нас перед глазами даже закрытыми что-то мелькает, вот так далее. Аудио, здесь все тоже понятно, это какая-то музыка и так далее. Но основное в сексе все-таки это кинестетическая наша составляющая. Есть такое понятие, как модальности, есть кинестетики, те, кто ощущает телом этот мир ощущениями, там, вкусами и так далее, запахами. Есть аудиалы, которые там на слух воспринимают большую часть, есть визуалы, которые на этот. Есть еще четвертая модальность, к которой я отношусь, это дигиталы, так называемые. Ну вот, это те, кто строит в главе концепции, и, по сути, весь мир для них это куча, там, разных концепций. Дигиталам сложно воспринимать мир, для этого надо, там, какую-то картину построить. Но кинестетикам также сложно в нашем мире. Для кинестетиков мало что сделано. Особенно в наше время, когда у нас одежда делается из говна, у которого задача, там, красиво выглядеть, но на ощупь, ну вот, поверьте, там, я вот шелк отличу, там, искусственный от натурального, ну, посвящаясь того, что у меня было, там, постельное белье есть натурального шелка, как бы, я легко отчасти отличаю. Вот. Для кинестетиков действительно мало в этом мире что. Хотя секс, это в большей части кинестетики, ну, то есть кинестетическая составляющая. При том, что нет такого, что, там, вот и визуал, и все, там, кинестетики для тебя нету, там, концепций нету, звуков нету, нет. Как бы, в какой-то соотношении, то есть, это все равно основное, о чем воспринимает мир. Вот. И, вот, в моем понимании, наш секс, как раз, в данный момент, больше не для видуалов, не для аудиалов, и не для кинестетиков, он перешел в разряд, то есть, все падение вот этого вот интереса к сексу, у людей, оно произошло из-за того, что секс перевелся, как раз, в разряд больше дигиталов. То есть, неких концепций, и вот мы под эти концепции, что-то в голове себе представляем, и, там, из-за этого кончаем, и возбуждаемся. Это в корне неверно, что трахаемся мы с партнерами, с партнершами. Вот тут у нас был секс-просвет, где я задавал три простых вопроса. Ну, вот, меня после этого назвали шовинистом, но, на самом деле, все это не так. Я такой же шовинист к женщинам в сексе, как по отношению к мужчинам. Ну, вот, то есть, одинаково считаю, что все занимаются фигней, ну, большая часть занимается, там, только собой, и на партнера внимания не обращает. Вот. Не потому, что мы плохие, а потому, что мы, как раз, вот, все в голове и где-то в своих фантазиях летаем. Вот. Про партнера мы не думаем. Ну, там, какая-то тумбочка, которая, там, участвует в нашем сексе. Вот, согласитесь, на самом деле, мы все так относимся. Вот. Я прошел простые три вещи. Это, собственно, про тренировку мышц. Ну, оказалось, что про то, что мышцы можно тренировать знало всего два мужика в зале, один из них был я. Вот. Про тренировку женских мышц знало, там, процентов восемьдесят, они тут руку подняли. Вот. Ну, правда, я уверен, что никто это не тренирует, потому что, когда я сказал, что, ну, а почему тогда не тренируете? Сказали, аааа, ты знаешь, так, там я рассказал историю про то, что каждый мужик, который меня покупал когда-либо, там, шарики вагинальные, он потом перезвонил, говорит, а есть что-то более интересное для девчонок, а то, вот, она не делает. Вот. Пыляться, может, что-то там, говорит, слишком сильные у меня мышцы, для меня эти шарики ни о чем. Вот сразу, да, там, как бы, девчонок, кому шарики ни о чем. На шариках обычно есть, я вам сразу скажу. Значит, первое, у гейш всегда было простое упражнение. Наберите туда воды, шприцом закачайте, вот, побольше, зажмите мышцами и пытайтесь ходить и упражнение делать, вот, если для вас шарики мало. Или к шарику грузик привяжите, там же обычно есть такой усик, ну, как у колечка, за который свалят, привяжите грузик, и там с ним походить попытайтесь. Пытайтесь походить с шариками, не просто лежать там и сжимать. Ну, вот, собственно, про эти упражнения тоже надо знать. Они, у вас, с одной стороны, не надо ничего чувствовать, там, шарик засунули, у вас все мышцы заработали. С другой стороны, все-таки упражнения надо знать, а не просто там засунуть шарик и от этого у вас что-то изменится. Ну, как бы, можете почитать, что-то я вам вот сказал сейчас, какие-то, ну, совсем вот, есть также упражнение, берете там, безимовый член на него, садитесь и сдавливаете, и так вверх-вниз по нему ездите. Тоже вполне практическое, вы потом сможете использовать. Это вот, ну, как бы, все-таки опять же идите к упражнениям между женщинами. Просто засунуть в себя шарики, это не упражнение, это как если сказать мужчине, сдавим мышцы паха, все, и на этом закончить все упражнения про пролонгированный оргазм. Значит, первый вопрос был про мышцы, второй вопрос был про, знаете ли вы про мужские эрогенные зоны? Вот. Блин, а что это такое? Мужчина одна. Вот. И третий вопрос, а как вы стимулируете своего мужчину для прелюдии? Почему мужчина стимулирует прелюдию? Он должен сам, она же для двоих, а для двоих черных, ну, он должен меня гладить? Ну, вот, знаете, он должен меня гладить для двоих. Нет, девчонки, это для одного. И вот эта часть будет как раз более всего подробно разобрана. Я уже опробовал упражнения, которые позволяют понять, как, кого нужно гладить. И женщине, мужчину, и мужчине, женщину. И это приводит прямо вот к фантастическим вариантам. То есть, тесты я проводил с подругами, вот, у них почти у всех мужики есть. Вот. Ну, там тест был на руках, вот, и одна из девчонок, ну, она задумалась, слушай, а если я сейчас кончу, говорит, от того, что ты меня трогаешь, это будет считаться изменой? Я говорю, ну, конечно будет. Она такая, не-не-не, погоди, ну, ты же ничего не трогаешь, не-не-не, не будет, давай продолжай. Я сказал, нет, все, иди к мужику и вотрине там, у него учи этим делать, я считаю, что это будет изменой. Вали отсюда. Этому легко научиться. Вот, об этом будет, вот, наверное, половина. То есть, часть будет про вот это визуальный, аудиальный контакт, часть, опять же, пояснение про киноэстетику и так далее. И большая часть будет про упражнения, как понять друг друга. Они простейшие. Вот. Поэтому секс, как искусство, это задействование всех наших рецепторов ощущений, и в первую очередь, киноэстетических. Когда я задал эти три вопроса, конечно, они все подумали, что я шовинист по отношению к женщинам. Нет. Я их задавал, чтобы понять общее настроение. Об этом никто не знает, никто не думает. Да, часть из-за Ленина, часть из-за непонимания. Есть люди, которым вот все на свете сделай, там расскажи, объясни, покажи там любые упражнения, он или она не будут делать второму партнеру ничего. Не лентяи. Вот. Но есть масса людей, которые хотят, они просто не знают. То есть, вот, ну, у меня много подписчиков сейчас спрашивают в контакте, объясняются же. В общем, в канале спрашивают, там же есть ссылка на человека. Вот. А в контакте спрашивают легко, и я объясняю, и так далее. У многих что-то не получается, но они хотят. Вот. Но в зале было вообще полное непонимание, зачем мужчина владеть. То есть, у него там питька есть, все стоит, все хорошо. Вот. Мужчина сам не знает, зачем нужна эта прелюдия, потому что он не понимает, как это круто может быть. Поверьте, там, часть мужчин, пускай это 20 процентов, блин. Вот пяти из вас из вас повезет. Я думаю, что больше процентов, чем 20. Пяти из вас, даже если 20, пяти из вас повезет, блин. Вот. Вы начнете друг друга все гладить и так далее. Ну, а также помните, на самом деле не 20, а потому что еще вы сами можете оказываться лентяйка. Вот. Процент, соответственно, сразу же умножить надо в квадрате. Это будет уже 0,5. Очень мало. Но вот. Ну, неважно. Будем надеяться, что у всех все будет хорошо. И да, следующее видео может выйти с задержкой, потому что я еду на BDSM-фишинг в этом году не охранником. Охрана там что-то поменялась. Я вот, я поеду продавать наши миджики. Вот. И там будет, собственно, они первые, кто увидят вот эту вот лекцию про секс как искусство. Я выбрал себе, я не ищу легких путей, я выбрал себе самую сложную аудиторию для этого. Люди, которые общаются на эту тему, там меня, скорее всего, закидают бананами или чем-нибудь, если я буду что-то неправильно говорить. Поэтому вы увидите самый сок уже с исправлением. Так, следующая наша тема, это секс как искусство. С вами был Чалышев Сергей, магазин Magic Wand Me. Мы говорим о том, о чем другие про секс не говорят. Пока.